30 мая в школах прозвенит Сергей Иванович Порошин, начальник управления образования Гомельского облсполкома. Родился в 1960 году в городском поселке Костюковка. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1977 году фрезеровщиком на заводе радиотехнологического оснащения в городе Гомеле. Служил в рядах вооруженных сил. В сфере образования работал воспитателем школы-интерната в Костюковке, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы в средней школе номер 8 Гомеля и директором 22-й школы, заведующим отделом образования Советского района Гомеля. В 1996 году был назначен первым заместителем главы администрации Советского района. С 2004 по 2010 год работал на должности заместителя председателя Гомельского городсполкома. В 2010 году возглавил областное управление образования. На вопросы, которые касаются сферы образования Гомельской области, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Сергей Иванович, я рада вас видеть у нас в студии. Добрый вечер, Оля. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, а вы хорошо учились в школе? Как все. Все по-разному. Учился я хорошо. Восемь классов я закончил, в то время была восьмилетка на хорошо. Десять классов на хорошо и отлично. Ну, аттестат у меня 50 на 50 хороших отметок и отличных отметок. Примерное поведение было в то время. Это, конечно, очень хорошо. Скажите, а какие воспоминания школьные для вас самые яркие? Самое теплое воспоминание о школьной жизни. Но, должен сказать, что отпечаток всегда накладывают педагоги, которые влияют на формирование личности, на формирование и выбор будущей профессии. Я очень благодарен своим педагогам, первому своему учителю, Эмме Семеновне, которая отдала нам сердце, душу и умела нас подготовить таким образом в начальной школе, что мы с удовольствием занимались и в среднем, и в старшем звене. И я очень тепло ее вспоминаю. Она была настоящей нашей школьной мамой. Скажите, а на встречу с одноклассниками вы ходите? Знаете, очень редко. Раньше было как-то чаще, но в связи с такой напряженной работой, к сожалению, за последнее время я не так часто бываю в школе родной. Мне очень как-то и неудобно перед своими коллегами. Но, тем не менее, стараюсь, планирую 29-го числа быть в Костюковке, именно в родной 42-й школе, и постараюсь в этом году принять участие в последнем звонке 30-го числа. Они об этом еще не знают, поэтому я, наверное, поеду туда, именно в свою родную школу. Да, я думаю, что это будет очень приятно педагогам. Учебный год на исходе. Чем он запомнится? Учителям Гомельщины, ребятам, ну и вам, конечно же. Чем ознаменован, какими событиями? Этот учебный год, который завершится 30-го числа, для образования Гомельщины, он очень результативный. Очень хотелось бы отметить работу педагогов и сказать слова искренней благодарности вам, уважаемые коллеги, за такой хороший результат нашей работы. Гомельская область по всем позициям сегодня лидирующая область в сфере образования. Из пяти номинаций, которые утвердило Министерство образования, три номинации являются победителями именно учреждений образования Гомельской области и в целом. Это по среднему образованию, это специальное образование и учреждения дополнительного образования. Мы сегодня работаем над тем, чтобы выйти на передовые позиции по учреждениям дошкольного образования, профессионально-технического образования, хотя и в этом направлении тоже есть хорошие успехи. Третий год подряд Гомельская область является лидирующей после города Минска среди областей по количеству дипломов на республиканских олимпиадах предметных. В этом году Гомельская область принесла 89 побед, 89 дипломов. И это один из самых таких хороших показателей именно качества образования и стабильности работы. Хотел бы слова именно благодарности высказать своим коллегам и особенно учителю, который принес 6 дипломов своих воспитанников, своих ребят. Это учителю гимназии номер 51, в строк Александру Николаевичу. По математике у нас всегда были какие-то небольшие шероховатости, но именно в этом году в Гомельской области 11 дипломов. По математике это значительный вклад в копилку результатов работы на республиканских олимпиадах. Мы являемся победителями республиканского осмотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!». Буквально в субботу из рук заместителя министра образования в городе Молодечное получил диплом и гран-при в конкурсе артовокации. Мы стали абсолютными победителями в детском творчестве. Сегодня мне сообщили о том, что Гомельская область является лидирующей, заняла первое место в конкурсе республиканском по рационализаторству и изобретательству. И по другим направлениям своей деятельности. Они маленькие, большие победы. И, конечно, это обязывает нас мобилизоваться на следующий учебный год, чтобы выдержать вот такой высокий уровень и подтвердить системность работы и результативность работы образования Гомельской области. Позвольте поздравить вас, Сергей Иванович, и, конечно же, всех педагогов и всех ребят, которые работали на этот результат. Спасибо. А накануне наши корреспонденты познакомились с педагогами, которые знают, как найти подход и к капризным трехлеткам, и к стракуссивым подросткам. Давайте посмотрим. В Гомельском дошкольном центре развития ребенка «Колокольчик» идут занятия в материнской школе. Эту форму работы с будущими воспитанниками детских садов и их родителями здесь начали практиковать в экспериментальном порядке еще лет 7 назад. Польза очевидная. Дети адаптируются к саду и коллективу, одновременно развивая свои способности. Пока что недовольных не было. Всем очень нравится. Очень наперед у меня записано. И всегда с большим эффектом проходят занятия. Вот весь учебный год мы занимаемся. В конце года я вижу, что эти двухлетние дети уже чему-то научились, потому что мы занимаемся вместе с мамами. И чему-то сложному можно научиться только с помощью взрослого. Поэтому мы берем сложные такие задания, вместе с мамой чему-то учимся, а уже в конце года мы можем показать самостоятельные результаты. В Гомельском дошкольном центре развития ребенка колокольчик уверены. Начинать развитие детей нужно с самого раннего возраста. Отсюда и выработанные годами приоритеты. Принимать ребенка таким, какой он есть. Соблюдать равновесие между свободой и контролем. В конце концов, каждый ребенок уникален и неповторим, а поэтому требовать от него слепой покорности как минимум не педагогично. Ребенка надо любить и быть с ним искренним. Потому что каждый ребенок, они же чувствуют, когда мы с ним не до конца честны. А для того, чтобы раскрыть все его возможности и его таланты, нужно создать ту среду, которая это обеспечит. Когда мы дадим ребенку выбор, с чем ему действовать, с чем играть, он поймет, что ему интересно. А взрослый только должен направлять, а не руководить ребенком. Не говорить, делай это или то. Сегодня дошкольный центр развития ребенка «Колокольчик» посещает почти 350 воспитанников. Это даже больше, чем планировалось первоначальным проектом. И дело не только в демографической ситуации. Родители стремятся привезти своих детей в тот детский сад, где созданы хорошие условия для физического и умственного развития. Бассейн, спортивная площадка, зеленая галерея с набором живых питомцев, музыкальный зал. Во время приезда нашей съемочной группы здесь шла репетиция к выступлению на городском галоконцерте, посвященном Дню защиты детей. Номер в исполнении воспитанников центра включили в программу финала конкурса «Как прекрасен этот мир». Чем, кстати, в саду очень гордятся, при том, что его заслуги вообще часто отмечаются, вплоть до занесения на городскую и областную доски почета. Все усилия, которые мы прилагаем, направлены на обеспечение качества образования, на выполнение учебной программы и оказание дополнительных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Работа коллектива нашего центра получила высокую оценку среди конкурсных мероприятий различной направленности. Так, по итогам 2014 года мы признаны лучшими в районе, городе и Гомельской области. Гимназия номер 58 города Гомеля вниманием также не обделена. И по той же причине, что и дошкольный центр развития ребенка «Колокольчик». Здесь стремятся развивать таланты учащихся и дать им качественное образование. Памятуя о том, что в первую очередь в этом должны быть заинтересованы сами школьники. Можно вызублить любой предмет, который забудется практически сразу после сдачи экзамена. Сложнее научить самостоятельно думать. Зато и эффект от такой учебы куда более значительен. И тут без взаимного сотрудничества никак не обойтись. Большое значение в образовании школьников имеет прежде всего самообразование. И сколько бы мы ни пытались вложить в учащихся своих знаний, свой опыт наработанный, все равно в большинстве, я думаю, что на 98, если не на 100%, все это зависит от самого ребенка. Никакие программы, никакие университеты не смогут дать ничего без желания самого ребенка. Развить желание учиться в 58-й Гомельской гимназии стремятся различными методами. Отличительной чертой этого учебного заведения стали ежегодные международные газовские чтения, конкурс исследовательских работ школьников. Кто-то изучает духовное наследие, кто-то историю Великой Отечественной. Главное – заинтересовать. Правда, здесь все-таки есть одна проблема. Нужно, чтобы еще были те, кто хочет заинтересовывать. У нас, наверное, в гимназии всего достаточно. Единственное, что бы хотелось, наверное, видеть как можно больше молодых учителей, но не просто молодых учителей, выпускников вузов, а молодых учителей, как я для себя говорю, с горящими глазами. Те, которые мечтают, спят и видят себя учителем. Таких, к сожалению, ну так мне кажется, хотя я могу заблуждаться, с каждым годом становится меньше и меньше. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник управления образования Гомельского облсполкома Сергей Иванович Порошин. Сергей Иванович, если судить по тем учреждениям образования, что мы только что видели, в Гомельской области есть примеры преемственности в образовании. С двух-трехлетнего возраста и до вуза к каждому новому этапу жизни ребенка готовят. Это, в общем-то, и есть цель работы системы образования? Да, это действительно такая задача стоит не в целом. Не только перед образованием, но и перед обществом. Потому что формирование настоящего гражданина закладывается семьи, помогает детское дошкольное учреждение, школы, гимназии, лицеи, вузы, СУЗы. И вот на выходе сформированная личность, гражданин, который должен приносить пользу государству, с человеческими качествами, обладать определенным набором знаний и применять себя в народно-хозяйственном комплексе в Республике Беларусь или за пределами нашего государства. Мы стараемся оказывать помощь и родителям, и построить такую системную работу. У нас это получается. И то, что сегодня учреждения дошкольного образования работают у нас качественно хорошо, говорит самый главный эксперт – это родители. Сегодня можно говорить о своеобразном рейтинге популярности детских дошкольных учреждений, школы, гимназии, потому что родители стараются направить своих детей туда, кому они больше доверяют, где они видят лучший результат, где больше порядка, где больше заинтересованности педагогического коллектива в получении знаний и отдаче себя каждому ребенку. И вот такая преемственность наблюдается абсолютно на всех этапах. Есть, существуют и различные задачи, которые мы ставим, специальные задачи преемственности детских дошкольных учреждений, школы, школы и учреждений профессионально-технического образования, либо средних специальных учебных заведений, и вводим на высшее учебное заведение. Это специальные вопросы, которые, наверное, не так интересны нашим зрителям, но эта преемственность сегодня укрепляется. И я бы очень хотел, чтобы те добрые традиции, которые заложены сегодня в каждом учреждении, они были укреплены молодыми педагогами, которые приходят, выпускниками наших учебных заведений, родителями и имели свое продолжение, чтобы каждый из выпускников того или иного учебного заведения гордился тем, что он учился или воспитывался в тех или иных учреждениях не только Гомельской области, но и всей Республики Беларусь. Это самая высокая оценка наших детей, родителей, системы образования, потому что без главного эксперта родителей и наших выпускников, конечно, нам сложнее ориентироваться в той или иной ситуации. Ну, я думаю, что мнения родителей хорошо вам известны. В управлении стекается информация из самых разных районов, из разных источников. К сожалению, мне кажется, что люди скорее обратятся с критикой, чем с похвалой. Вот есть ли примеры такого, когда хотят выразить благодарность учреждениям образования? Ну, скажу откровенно, есть такая народная, наверное, мудрость. Говорят, все знают, как лечить, и все знают, как учить. Но, к счастью, все больше и больше доверия идет именно к учреждениям образования, к органам управления, потому что мы получаем информацию, значит, со всей области и видим именно и проблемы, и благодарности. И за последнее время количество благодарностей в адрес учителей, конкретных учителей с названием должности, фамилии, учителя-предметника учебного заведения становится больше и больше. Я вот буквально, когда шел к вам, я все-таки взял на всякий случай, думал, вдруг возникла такая необходимость. Вот по электронной почте я получил письмо от, значит, Ведюна Виктора Александровича в адрес коллектива и руководства средней школы номер 67 города Гомеля. Значит, надеюсь, что еще раз сказать спасибо коллективу и руководству средней школы номер 67 города Гомеля через вас за отзывчивость, неравнодушие, милосердие по отношению к беде ребенка не будет нарушением. Ну и дальше он описывает вот те эмоции, которые он испытал, ту помощь, которую оказывал конкретно коллектив, поддержку. И вы знаете, такие обращения, они дорогого стоят. Обращаются сегодня в конце особенно учебного года в адрес классных руководителей с благодарностью за ту большую работу, которую проводил классный руководитель с классом, с конкретными учениками. Приводятся различные предметы. Значит, приводятся сегодня примеры, касающиеся отношения руководителей и учителей детских дошкольных учреждений. Заканчивается период дошкольного воспитания и приход детей в начальную школу. Основные благодарности заключаются в том, что именно такая основательная подготовка к школе дала возможность ребятам более уверенно чувствовать себя в начальных классах, в дальнейшем. И изучать такие благодарности в адрес детских дошкольных учреждений. Адресно можно приводить достаточно много примеров. И я очень благодарен. Я обращаюсь к вам, уважаемые родители. Если пишите, несмотря на то, что это является обращение граждан, и нас чиновников ругают за это, даже в этом плане, значит, есть определенные моменты, но мы очень благодарны тем родителям, которые видят своего учителя, благодарны их труду, значит, искренне и сердечно, благодаря через средства массовой информации, за это огромное спасибо. Я думаю, что наши учителя этого заслужили. Конечно. А я хочу обратиться к нашим зрителям. Присоединяйтесь, пожалуйста, к диалогу 77 68 45, номер телефона прямого эфира. Сергей Иванович, считанные дни уже нас отделяют от долгожданного лета. В субботу прозвенят последние звонки, в школах пройдут торжественные линейки. Расскажите, пожалуйста, сколько ребят мы выпускаем в этом году? В этом году, к сожалению, на 360 выпускников меньше, чем в прошлом году. Выпускников девятых классов будет чуть больше 8 тысяч, 8 тысяч 250 человек. Выпускников одиннадцатых классов будет около 13 тысяч, чуть больше 13 тысяч. Но нас радует то, что в первые классы придет на тысячу учеников больше, чем в прошлом году, и эта цифра, она возрастает с каждым годом больше и больше и больше. Поэтому то, что касается проведения последних звонков, это большой праздник для детей, особенно для выпускников одиннадцатых классов. Они понимают, что вернуться в школьное детство уже невозможно. Повторить это тоже невозможно. Искренние слезы радости и печали и каких-то эмоций мы видим на глазах наших выпускников и учителей. И скажу откровенно, это дорогого стоит сегодня испытывать такие эмоции, потому что это историческая страничка каждого человека. Повторить ее никогда невозможно. Все мероприятия в Гомельской области пройдут 30 числа с 9 часов утра. Есть возможность сегодня провести этот день очень торжественно. Я думаю, что так оно и будет. Хотелось бы, чтобы была великолепная погода, солнечная. Мы приглашаем на торжественной линейке родителей, бабушек, дедушек. И очень приятно, когда приходят в школу просто жители населенных пунктов там, где есть школа. Это настоящий праздник. Праздник на высоком уровне, праздник детства. И мне бы хотелось, чтобы на самом высоком уровне в этом году прошел этот праздник. Тем не менее, даже после линейки расслабляться ребятам пока еще рано в их жизни грядет. Одно из самых первых и серьезных жизненных испытаний это экзамены. Расскажите, пожалуйста, как они будут организованы в этом году. Ну, я должен сказать, что экзамены будут проходить с 1 по 11 июня для 9 и для 11 классов. Порядок проведения экзаменов определены. В каждом учебном заведении мы постарались проинформировать в том числе и родителей с тем, чтобы они знали, как будет проходить экзамены, какие требования, какие предметы будут сдаваться. Ну, я могу напомнить, что 9-ти классники, наши выпускники будут сдавать 3 экзамена. Из них, значит, белорусский язык, диктант, русский язык, диктант, математика, контрольная работа. Учащиеся 11 классов выпускные экзамены сдают по 4 предметам. Белорусский или русский язык по выбору выпускника. Математика, контрольная работа. Иностранный язык – это обязательный экзамен. И впервые в этом году «История Белоруссии». Эти экзамены будут оканчиваться 11-го числа. И 11-го числа у нас пройдут выпускные вечера во всех учебных заведениях Гомельской области. Мне бы хотелось, чтобы они также прошли очень организованно, уверен. И мне часто задают родители вопрос, а почему именно 11-го числа? Мы бы хотели, чтобы выпускные вечера прошли 12-го числа. Я вот хотел бы обратиться к нашим родителям, выпускников 11-х классов, что мы все делаем для того, чтобы нашим детям было комфортно сдавать централизованное тестирование. Ведь оно будет у нас 14-го числа начала. И 12-е число после проведения выпускных вечеров – это день отдыха. 13-е нужно настроиться. А 14-го – спокойно прийти на централизованное тестирование и иметь хорошие результаты. Поэтому никаких изменений не будет. 11-го числа время определяется самостоятельно учебными заведениями. На торжественных линейках, торжественных приемах у председателя райисполкома вручаются золотые и серебряные медали, благодарственные письма родителям, выпускникам. Все это проходит торжественно. Особый праздник делается в районных центрах. Я в прошлом году был в корме, небольшой районный центр. Но когда на площади собирается весь город, приезжают ребята с районов, поверьте, это очень зрелищное мероприятие. И когда из рук председателя райисполкома вручаются золотые и серебряные медали, аттестаты зрелости, когда видят все жители этого населенного пункта, с какими успехами пришло образование конкретного района, то, конечно, радуешься. И без слез здесь тоже не обходится. Эмоции переполняет. Спасибо, Сергей Иванович. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы уже в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна, город Гомель. Хотелось бы такой задать актуальный вопрос на тему школы. 20А микрорайон. Не подскажете, когда школа построится? Спасибо большое. Актуальнейший вопрос. Это очень актуальный вопрос для нас. Он тревожит не только и родителей, и особенно нас. Значит, этот объект школы входит в инвестиционную программу, финансируется из двух источников, из республиканского бюджета и областного бюджета. Но, к сожалению, финансовые возможности не так велики, поэтому темпы строительства крайне низкие. Значит, конечно, хотелось бы, чтобы этот объект был сдан как можно быстрее, но еще раз повторяю, те финансовые возможности, которые есть сегодня на высоком уровне, они позволяют делать то, что сегодня есть. Поэтому дату я не могу вам назвать, но хотел бы, чтобы это было как можно быстрее. Да, я думаю, что жители новых микрорайонов очень ждут, конечно же. Давайте продолжим нашу беседу. Тестирование начинается 14 июня. Как мы знаем, во время прошедшего на прошлой неделе диалога с участием начальника регионального центра тестирования мы подробно рассмотрели все новшества, которые в этом году планируются. А вам хотелось бы на каких-то моментах нынешней вступительной кампании заострить внимание наших телезрителей, абитуриентов и их родителей? Ну, во-первых, я повторюсь то, что говорил Владимир Иванович Лазунов. Во-первых, нужно до 1 июня зарегистрироваться обязательно для прохождения централизованного тестирования. Часто откладывают и родители, и дети на последний момент. Не надо этого делать, надо зарегистрироваться, спокойно готовиться к централизованному тестированию. Казалось бы, каждый год мы говорим об этом, но, к сожалению, в прошлом году три таких случая у нас было, и мы ничего не смогли сделать, даже на высоком уровне республиканском. И трое ребят потеряли право сдавать централизованное тестирование, потеряли целый год. Второй момент – это то, что наши ребята иногда, приезжая из других населенных пунктов в город Гомель или в другие пункты для проведения централизованного тестирования, забывают документы, подтверждающие личность. Это паспорта. И, к сожалению, вот те слезы, которые мы видим, они не решают проблему, поэтому нужно обязательно паспорт, никаких свидетельств, никаких справок, никаких других документов, заверенных именно в нотариальной конторе, где-то еще, не принимается. Только паспорт. Задают вопрос. А если ребенок уезжает за границу, надо оформлять визу. Выбирайте либо виза, либо прохождение централизованного тестирования. И еще тривиальные вопросы. Ручка обычно гелевая с черной пастой. И, конечно же, отсутствие лишних предметов – телефонов мобильных, каких-то счетных приспособлений, шпаргалок. И мы не рекомендуем брать и давать родителям, ребятам, чтобы они приносили с собой цветную воду, шоколад и так далее. Все это было объяснено, и поэтому при выполнении требований таких, о которых я сегодня говорил, не будет проблем. Ну и приведу пример. Владимир Иванович, наверное, говорил, когда дедушка решил поинтересоваться, как у внука дела, а в это время он сдавал, значит, лист по централизованному тестированию комиссии, и вдруг в кармане зазвонил телефон мобильный. Ему, значит, лишили его права именно прохождение централизованного тестирования. Они составили соответствующий протокол, и ребенок потерял. Вот представляете, какое настроение у этого ребенка. Чего? Ну, сделать ничего невозможно. Спасибо, Сергей Иванович. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Хотелось бы поинтересоваться вот каким моментом. Так случилось, что наш родственник в начале 2000-х годов закончил 8 классов и поступил в музыкальное училище Соколовского. А потом по ряду причин не смог его закончить. И вот у человека оказалось как бы нет среднего образования. Мне говорили, что вроде бы экстернатура есть. Подскажите, пожалуйста, расскажите, что в таких случаях нужно делать? Мы живем в Гомеле. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Я вам рекомендую. Вы можете за консультацией обратиться в управление образованием. Мы вам даем исчерпывающие ответы. Такая форма, как экстернаты, она существует. Поэтому дадим консультации, где можно это все сделать и решить вашу проблему. Сергей Иванович, для нашей постоянной рубрики есть мнение. Мы в этот раз выбрали вопрос, что нужно сделать для того, чтобы повысить качество образования. Внимание на экран. Качество школьного образования, ну, наверное, надо поднять. Потому что раньше наши специалисты везде ценились и они были грамотными во многих областях. А сейчас дети, по-моему, не знают самых элементарных вещей. И для этого надо, в первую очередь, не менять школьную программу так часто. А детям нормально учить то, что было, ну, не знаю, не забыли во многие годы, понимаете. А сейчас дети просто даже не знают, что им учить, на мой взгляд. Мне кажется, что надо больше внимания уделять детям, сократить численность учеников в классе, чтобы больше уделять им внимания. Меня, например, все устраивает. Уроков достаточно. Образование, по крайней мере, у нашей школы очень хорошее. Я учусь в 61-й школе в Советском районе. Меня все устраивает. Надо, конечно, следить, чтобы учителя были квалифицированы, чтобы они как-то проводили какие-то мероприятия, чтобы дети стремились учиться. А не так, что в каких-то школах что хотите делать. Хотите посидите, хотите учитесь. На первой стадии даже сами родители выбирают школу и говорят, вот там спрос лучше в этой школе, поэтому я советую вам отдать ребенка в эту школу, потому что там учителя более требовательны. А в этой школе так. Поэтому многое зависит только, ну, начальной стадии, да, многое зависит от учителей в первую очередь. Мне кажется, что нужно ориентироваться на стандарты советской школы в Корее. Там было очень много хорошего и полезного. Значит, потом баллонские процессы, которые у нас вроде бы как случились. Оттуда нужно брать то, что соответствует нашим интересам и использовать в соответствующем ключе. Вот, но не нужно обезьянничать, не нужно перенимать все подряд. Может быть, и то, что нам не подходит. Вот, а потом, еще один момент. Тесты у нас тут постоянно, ну, короче, переходят на тестовую систему в основном, да. Мне кажется, что тесты могут быть лишь дополнением к нормальным экзаменам. В первую очередь руководство, я думаю, что если руководитель достаточно грамотный, я думаю, что он правильно ставит процесс. Есть история у школы, есть хорошее отношение в коллективе. Я думаю, что это все, в принципе, как на любом предприятии, да, там, школа – это же такое же тоже предприятие, где есть руководитель, где есть какие-то хорошие кадры. Вот, и за счет чего, за счет всего этого туда идут дети, идут хорошие родители, да, с лучшими детьми. И, соответственно, это все формирует хорошую школу. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Обсуждаем сегодня вопросы образования. Сергей Иванович, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от увиденного и услышанного. Я с уважением отношусь к каждому из высказанных мнений, и, конечно, каждый прав по-своему. Я согласен с тем, что на сегодняшний день тезис о том, что советская школа была самая сильная в мире, она остается до сегодняшнего дня. Да, мы сегодня возвращаем некоторые элементы советской школы, и должен сказать, что не будут небольшие изменения в следующем учебном году. Возвращается такой предмет, как мастатство, айчинное и замеженное мастатство. Попросту говоря, это мировая художественная культура, и плюс культура Республики Беларусь. С пятого класса, и постепенно, значит, мы будем увеличивать каждый год внимание именно к этому предмету, и дойдем до одиннадцатого класса. Плюс ко всему, значит, мы возвращаем профильное обучение. Формирование десятых классов в этом году будет у нас профильное, и общеобразовательные классы тоже будут иметь место. Но, должен сказать, что изменения программ каких-то кардинальных не будет. Сегодня есть вопросы, связанные с подачей материалов, и поэтому вот эта академическая направляющая сложности по некоторым предметам, она существует, мы ее признаем. Но Министерство образования совместно с Национальным институтом образования Республики Беларусь будут вносить некоторые коррективы изменения именно в учебнике, учебное пособие на методические разработки. Все это будет сделано постепенно. Ну и должен сказать, что, конечно же, самое главное это стремление самих детей получить знания. Сегодня сравнивать поток информации, который был раньше, и поток информации, который сегодня поступает, вот это давление огромнейшее на ученика, на учителя, ориентироваться надо иметь определенное искусство. Поэтому основная задача сегодня, особенно для старшеклассников, не только дать эти знания, но и научить ребенка, научить наших старшеклассников пользоваться всеми материалами, которые сегодня существуют и в интернете, и в библиотеке, и получать знания на курсах, и другие формы обучения тоже приемлемы сегодня. Главное, чтобы было желание. Ну, я думаю, что сейчас у школьников уже все мысли только об одном, о том, что каникулы уже через несколько дней начинаются. Скажите, пожалуйста, какие возможности для отдыха есть этим летом у ребят? В этом году мы увеличиваем количество лагерей, мы очень благодарны межведомственному сотрудничеству. Мы продолжаем сотрудничать с такими очень серьезными организациями, как военизированный, это пограничный отряд в Лоеве, это военно-транспортный факультет Белорусского государственного университета транспорта, это воинская часть 55-25, ну и многие другие. И управление внутренних дел, возобновили зорницу. У нас в этом году будет на 97 лагерей больше, чем в прошлом году. Мы постараемся делать максимально возможное для того, чтобы оздоровить наших детей. Плюс ко всему, вот целенаправленная работа проводится через центр оздоровления, и мы направляем своих детей на оздоровление в детские реабилитационные оздоровительные центры Республики Беларусь, за пределы, значит, Республики. Правда, таких возможностей у нас становится с каждым годом все меньше и меньше, однако, должен сказать, уважаемые родители обращаются по поводу определения детей за рубеж. Управление образования и отделы образования формированием таких групп, они, к сожалению, не занимаются. Есть разовые такие группы, которые через общественные организации направляются в Италию, в Германию, но их немного. Хотелось бы, конечно, чтобы и дети знали мир, но тем не менее. Ну и плюс ко всему, различные формы работы по месту жительства и в учебных заведениях. Мы рекомендуем отделам образования иметь опорное учреждение образования, где может прийти ребенок в любое время, получить спортивный инвентарь, побывать в библиотеке, в компьютерном классе, пронисто быть занятым, потому что родители находятся на работе, и чтобы родители были спокойны, надо знать, куда отдать этого ребенка для того, чтобы он был занят. Поэтому мы рекомендуем через средства массовой информации информировать родительскую общественность, какие лагеря работают, куда обращаться, порядок работы, на всех информационных стендах в учреждениях образования разместить порядок работы школьных лагерей, ну и другие формы, которые применяются сегодня в учреждениях образования. Нам бы очень хотелось, чтобы этот летний оздоровительный период прошел очень организованно, хорошо, и чтобы все 100% детей, которые учатся в наших школах, они вернулись в учебное заведение 1 сентября. Впереди у ребят три месяца отдыха, приключений, свободы от уроков, ну я уже поняла, что не свободы от пристального внимания взрослых. На ваш взгляд, что должна сегодня делать школа для того, чтобы обеспечить безопасность детей? Потому что не секрет, что, наверное, лето – это все-таки время рискованное с точки зрения различных происшествий, травм и каких-то неприятных событий с участием детей. К сожалению, печальные случаи. У нас уже 8 детей на начало этого года погибли от внешних причин, это не связано с учебным, образовательным процессом, и возраст этих детей разный. В прошлом году было 12 таких случаев. Я бы хотел обратиться к родителям, в первую очередь поддерживать те инициативы, которые проявляют сегодня школы и педагоги. Что должна сделать школа? Школа учит и безопасности, и классные часы проводит, и ОБЖ, и учим детей, как необходимо себя вести в летний оздоровительный период, на воде, в районе нестандартных каких-то ситуаций. Все это делается. Но хотелось бы большей активности со стороны родителей, больше инициатив. У нас за последнее время родители стали более активны. Они применяют такие формы работы с родителями и детьми совместные, как походы, посещение исторических мест. То есть мы даже вот просим, что один день своего отпуска посвятите своим родителям и одноклассникам. Увлекайте их своим любимым делом. Это может быть поход, это может быть искусство, это может быть какие-то другие вопросы, связанные с воспитанием и именно занятостью детей. Мы только приветствуем такую инициативу. И таких примеров у нас становится с каждым годом все больше и больше. Мы бы хотели, чтобы родители стали равноправными участниками образовательно-воспитательного процесса. Продолжим еще эту тему. Сергей Иванович, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Мы вас слышим. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали ситуацию по поводу специализированной гимназии в нашем городе. В свое время у нас была создана прекрасная лингвистическая гимназия номер 10. И там было достаточно большое количество часов английского языка, и это давало свой результат. Вот на сегодняшний день я вижу, что в первом классе осталось только два часа факультативных в первом классе. С каждым годом это все меньше и меньше. Неужели вот все это сойдет на нет, и мы, в общем-то, потеряем, например, такие вот гимназии, которые давали такие хорошие результаты в свое время? Спасибо большое за звонок. Насколько оправданы опасения? Значит, сегодня любая школа, гимназия, лицея работает по утвержденной программе Министерства образования Республики Беларусь. И никаких отклонений, уменьшения количества часов у нас не предвидится и не будет. Наоборот, Министерство образования пошло на то, чтобы изучать иностранные языки более глубоко и делить классы на небольшие группы, на три группы каждый класс. И это дает возможность более усиленно, так сказать, заниматься иностранным языком. Что касается авторитета конкретных учебных заведений, то это зависит от результата работы конкретного педагогического коллектива. И я очень хорошо знаю десятую гимназию лингвистическую, знаю традиции, авторитет этого учебного заведения. И если сегодня у родителей возникают вопросы, связанные с беспокойством, ну, обратим мы внимание, я думаю, что там никаких изменений не должно быть. Результаты должны быть очень хорошие в этой гимназии. И тем более, что ко мне обращаются жители центрального района с вопросом, как можно направить ребенка в первый класс, в начальную школу, для того, чтобы более глубоко изучать иностранный язык. Поэтому никаких изменений в сторону уменьшения не будет. Ну, я думаю, что вообще, наверное, сегодняшний мир диктует требования, чтобы дети знали иностранный язык, и спрос именно в школы, которые славятся своим уровнем подготовки по иностранным языкам, он очень высок. Нет ли какого-то определенного дисбаланса вот здесь по разным учебным заведениям? То есть, если все хотят в десятую гимназию, а может быть в школы, где совсем не хуже учителя? И обычная школа может дать хорошие результаты, это великолепно. Мне очень бросилось глаза, буквально, наверное, пару лет назад в общественном транспорте я увидел объявление. Объявляется набор 10 класс, химико-биологический класс, учитель высшей категории, называется фамилия, имя, отчество, конкретное учебное заведение. Это говорит о востребованности именно конкретного человека и результативности этой работы. Что касается создания условий, у нас созданы все условия. И хочу вам сказать, наша школа, особенно то, что касается по иностранным языкам, условия великолепные. Я бывал у своих коллег за рубежом, в Германии, вот не так давно был, в Китае, посмотрел, как там изучают иностранные языки. Группа 40 человек, один учитель, никаких делений нет, никакого углубленного изучения нет. Но у них стремление есть изучить иностранный язык. Наши дети при таком подходе, который есть сегодня у нас, при базе и при делении, где 6-5 человек, 8 человек в группе изучают иностранный язык, мы должны все знать иностранный язык, английский, немецкий, а то и два. Потому что условия созданы великолепно. Дети наши, которые желают постигнуть именно азы иностранного языка, развиваться дальше, при их желании у нас есть все. Сергей Иванович, на протяжении нескольких лет уже ответственное, очень пристальное внимание уделялось именно с отношением семьи и школы и ответственному родительству, как это называлось. Не жалели времени работники образования, управления, чтобы встречаться с родителями, чтобы говорить. Как Вы считаете, дает ли это уже результат, удалось ли сблизить позиции семьи и школы в воспитании детей? Да, это заслуживает особое внимание. В один из учебных годов мы объявили год ответственного родительства и объявили такую акцию областную, она сегодня в некоторых областях тоже продолжается по опыту Гомельской области. Шаг навстречу. Мы стали чаще встречаться с родителями на их рабочих местах, в трудовых коллективах. Мы рекомендовали классным руководителям, директорам учебных заведений, заместителям по различным направлениям встречаться с родителями именно в их трудовых коллективах. Это дало определенный результат. Мы увидели заинтересованность, мы увидели искорку в глазах наших родителей в плане поднятия авторитета родителей в глазах самих ребят. И инициативы, которые продвигаются сегодня молодыми родителями, заслуживают особого внимания. Мы проводили в Мозере областное родительское собрание и пригласили самых молодых родителей. Мы быть благодарны, потому что эта категория в будущем наша основная опора и надежда. Сергей Иванович, завершение нашей программы. Что бы Вы хотели пожелать школьникам, родителям и, конечно же, коллегам, учителям? Уважаемые ребята, дорогие наши выпускники, мне бы очень хотелось пожелать Вам в эти последние дни уходящего учебного года исполнения всех Ваших желаний и наметить все пути дальнейшей своей самостоятельной жизни, чтобы Вы не ошиблись в выборе профессии. Хотел бы сказать слова искренней благодарности нашим учителям за их работу, за любовь к детям, за то, что Вы отдаете частичку своей души и сердца каждому ребенку в школе, за внимание. И я думаю, что Ваш авторитет очень высок в глазах наших выпускников. Хочу поблагодарить родителей за тесный контакт и взаимоотношения с учителями, с органами управлениями и заинтересованность в получении высоких результатов наших детей, образования и дальнейшей деятельности наших выпускников. В целом здоровья, счастья, благополучия, успехов, удачи буквально во всем. И хочу сказать, наравне с родителями уважайте своих учеников и учителей, потому что это залог успеха и любой карьеры. Спасибо большое за сегодняшний диалог. А мы увидимся с Вами на следующей неделе. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин